Давайте тогда перейдем уже к завершению нашей большой темы «Основы духовной жизни». Попытаемся с Божьей помощью такой краткой режиме составить. И хотел бы выразить словами преподобного Паисия Святогорца, о чем он говорит. Люди XXI века будут спасаться и даже становиться святыми ради трех послушаний. Первое. Если они сохранят веру и передадут ее другим. Второе. Если будут ежедневно каяться. И третье. Если будут регулярно участвовать в таинствах Церкви. Собственно говоря, преподобный Паисий указывает на то, о чем мы уже сказали. Что нужно нам обязательно молиться. То есть, вот это как раз выражается, что надо будет ежедневно каяться нам. Второе. Если сохранят веру и передадут ее другим. А мы знаем, что вера без дел мертва. А главные дела наши – это аскетическое делание. То есть, без аскезы. Также невозможно спасение и достижение святости тем более. И третье. Четко говорит преподобный. Если люди будут регулярно участвовать в таинствах Церкви. То есть, вот так мы обретаем божественную благодать и обретаем спасение. И даже святость. О чем подчеркиваю, он говорит. Что даже становиться святыми мы будем. И в 21 веке, и позволю себе добавить и дополнить преподобного. И в 22, и в 23, если мы доживем, конечно. Если Господь даст нам это время. Будем становиться святыми ради этих трех послушаний. Значит, что еще хотел бы сказать в завершение. Самый большой миф, который хотелось бы развеять. Самый большой миф. Это то, что якобы сейчас, в наше время, аскетично жить, вот как в те времена, нельзя. Да, согласен. С одним только. Вот в этом во всем. Что вот настолько аскетично, как святые отцы древности, когда Антоний Великий по семь дней не ел, не спал толком, и так далее, и другие не спали, не ели, или мало это делали отцы. Сейчас, да, сейчас мы так не потянем настолько аскетично жить. Но аскеза наша обязательно должна во все времена выражаться в отречении от смертных грехов, как минимум, о чем мы уже много раз говорили. То есть от смертных грехов мы должны отгребаться обязательно, уходить от них. И, опять же, культивировать, взращивать добродетели, которые им противоположны. Главное из которых, как мы уже сказали, это послушание, нестяжание, целомудрие. И ориентироваться нам нужно на отцов, особенно современных, многие из которых уже канонизированы. И вот имена даже назову у этих отцов, потому что очень многие люди, даже которые не первый год ходят в храм, они даже не слышали иногда о них. Причем, еще раз повторяю, многие из них жили вот недавно совсем. Допустим, в 2019 году скончался старец Ефрем Филофейский Аризонский. Это великий святой, о котором мы очень часто будем говорить. Может быть, даже отдельное занятие, отдельную лекцию проведем в честь него. Это великий святой, который был апостолом Америки, так его называли. Он окормлял 10 тысяч мирян. Вы можете себе представить, насколько это великая духовная жизнь у человека, какую благодать Божию он имел? Он окормлял 10 тысяч мирян и 500, полтысячи монахов, монашествующих. Он основал или возобновил по всему миру, в основном в США, Канаде и Греции, около 30 монастырей. Почему он называется Филофейским? Потому что его главный монастырь на Афоне, который он возглавлял, был Филофей. А почему Аризонским он называется? Потому что последние четверть века своей жизни он провел в пустыне Аризона, в основанном им по благословению Божьему, монастыре преподобного Антония Великого. В пустыне Сонора, точнее, в штате Аризона. Поэтому он называется Аризонским. Вот такой человек. Если вы увидите и услышите о нем, почитайте и послушайте о нем. Это великий, еще раз повторяю, апостол Америки, как его называют сейчас многие. Старец Ефрем Филофейский Аризонский. Также у него есть друг и совместный сподвижник, который также был чадом преподобного Иосифа Исихаста. Он почувствовал в 2009 году. Его зовут старец Иосиф Ватопецкий, который был духовником второго по значимости монастыря на святой горе Афон Ватопед. Он тоже великий подвижник и прозорливец. И даже сама его кончина показательна. Когда он умер, то у него на устах появилась блаженная улыбка. То есть он умер, как обычный человек, а потом после смерти Господь дал ему такую блаженную улыбку. Он ощутил вот это райское блаженство вскоре после кончины. Тоже он великий подвижник и писатель. Он написал много книг. Также, если увидите и услышите, ознакомьтесь с его творчеством, с его наследием духовным. Кстати, сразу хочу сказать, что примерно 95% книг и литературы, которые буду советовать сейчас потихоньку перейдем именно к рекомендованной литературе, находится на сайте азбука.ру или азбука веры. Очень хороший сайт, где содержатся почти все те книги, о которых я буду говорить, и те авторы, о которых буду упоминать. Значит, еще кого можно и нужно назвать. Это, конечно, их духовный наставник, обоих старцев, о которых я уже сказал, преподобный Иосиф Исихаст. Преподобный Иосиф Исихаст – это великий святой XX века. Он скончался на успении при Святой Богородице в 1959 году. Сама Матерь Божия ему обещала, что придет в день своего успения и заберет его к себе. И вот так и случилось. По благодати Божией он очень любил Пресвятую Богородицу, как и многие святогорцы, потому что она является покровительницей Святой Горы, особой хранительницей этого великого святого места. И старец, который уже канонизирован, преподобный Иосиф Исихаст, он фактически был тем человеком, через которого Господь возобновил монашескую традицию на Святой Горе Афон. Он вернул монашество к тем корням, которые были утрачены во многом, к этой же непрестанной молитве, к Исихе, к безмолвию, к внутреннему деланию, к строгому уставу. Всю жизнь они вкушали вместе со своим подвижником, старцем Арсением Пещерником, кушали раз в день, всю жизнь, хоть Пасха, хоть Рождество Христово, кушали раз в день, молились всю ночь, каждую ночь фактически совершали все ночные бдения, совершали другие подвиги. Но главное, конечно, у них был огромный дар любви, огромный дар рассуждения. Преподобный Иосиф, он практически ни с кем не общался, кроме своих чад. Но он родил в Боге, родил святых, по-настоящему святых отцов, двух из них, я уже сказал, некоторые уже даже и канонизированные, то есть уже прославлены в леки святых. Допустим, преподобный Ефрем Катунакский, у него тоже есть труд, если увидите, почитайте, он уже канонизирован, он тоже был чадом преподобного Иосифа Исихаста. Также есть святой, канонизированный Харлампий Дионисиадский, игумен монастыря Дионисиад на Афоне, также был чадом преподобного Иосифа. И на грани канонизации, так скажем, я думаю, что это вопрос времени, сподвижник преподобного Иосифа, хотя он был старше его, но он был также и сподвижником, и учеником старца, я уже сказал про него, это преподобный, точнее, пока еще не канонизированный, значит, старец Арсений Пещерник, тоже великий подвижник. Но у него, насколько я помню, трудов нету, есть труды о нем. То есть есть воспоминания о его жизни, которая тоже была потрясающей, богоподобной и сверхъестественной жизни. Вообще для нас это, конечно, очень трудно представить. Так вот, почему я обо всех о них заговорил? Как раз вот они и доказывают, что и в 20 веке, и в 21 веке можно жить свято, богоугодно и чистым от всякого греха. Аскетично можно жить. Было бы желание, о чем мы уже не раз говорили, что нужна решимость, нужно желание, хотение стать святым, желание избавиться от страстей. И тогда, да, ты можешь стать вот таким, подобным им человеком. Но даже если ты пока не святой, да, то ты и но стремишься к святости, то все равно это не значит, что не надо жить аскетично, что не надо жить, значит, чисто. Наоборот, как раз вот этот подвиг и приблизить тебя ко Христу, к нашему Господу, к которому мы все так стремимся. То есть это очень важно. Очень важно это осознавать и понимать. И сейчас я, кстати, в конце всего нашего вот такого большого курса первоначального, который называется «Основа духовной жизни», я хочу привести цитату одного священника, протопресвитера Антонио Масхоноса, который подвязался в США как раз в то время, когда к ним приехал старец Ефрем Филофейский Аризонский. И он доказал как раз всей своей жизнью, что современный человек не только призван к очищению, к спасению, но и также может стать святым человеком и призван он к этому. На примере жизни старца Ефрема как раз мы это все увидим. Вот воспоминания о старце, этого священия к Антонио Масхоноса мы как раз сейчас и увидим, услышим. Значит, вот он так говорит о старце Ефреме и о его миссии. «Мы, американские архиереи и иереи, в течение 70 лет хотели привлечь народ в церковь проведением фестивалей. То есть мы устраивали праздники и гуляния, угощали людей напитками, едой и развлечениями. Мы забыли о молитве, о исповеди, постах, четках, обо всем том, что составляет предание нашей церкви. Мы даже препятствовали созданию монастырей, так как полагали, что в них нет необходимости, и они не могут ничего дать нашей церкви. И вот пришел малюсенький человек без мирского образования и богословских дипломов, без новаторских и смелых идей, которые в изобилии были у нас и напомнил нам о самом главном, нашем православном предании. Он не звал нас на танцы и развлечения, а призывал к посту и участию в многочасовых бдениях. И люди откликнулись на его призыв, пришли к старцу и поддержали его. Число приходящих к отцу Ефрему не поддается описанию. Америка, стремившаяся к выходу из тупика культуры потребления и рабства материальным ценностям через различные общественные течения, например, хиппи и восточные религии, открыла для себя подлинное и неискаженное христианство православие. То есть это свидетельство человека изнутри. Этот священник говорил, что мы пытались привлечь народ всякими мирскими завлекухами, как бы сейчас сказали, всякими мирскими плюшками, фишками, едой, напитками, развлечениями. А пришел святой старец Ефрем и напомнил о самом главном, о том, что дает Божию благодать. О молитве, о баскезе, о таинствах. Напомнил о том, что без чего невозможно быть христианином. И эффект вот какой. Эффект просто потрясающий. Со всего мира в его монастырь поехали люди. Со всего мира. Если вы посмотрите, кто там сейчас. Там один индиец я вот видел. Есть такой потрясающий фильм Старец Ефрем Филофейский Аризонский студия Неофит ТВ сняла. Вы посмотрите, тоже интересно. Там и негров видно, и индийцы. Это один из его ближайших сподвижников и учеников был. Там отец, не помню, как его зовут. Из России приезжали. Потрясающая статья Диакона Стефана, по-моему, ира Диакона есть на сайте Православия.ру. То есть много людей, много людей к нему приезжало и советовалось, и смотрели на него, общались, исповедовались, пока он мог. И сейчас по посещаемости монастырь Антонио Великого, которому всего меньше 30 лет, он в 95-м году основан, он является вторым после Гранд-каньона в штате Аризона. Гранд-каньон несколько миллионов лет, это известный памятник природы, который там огромные каньоны, известный на весь мир. И вот на первом месте по посещаемости пока этого Гранд-каньона, на втором монастырь Антонио Великого, который, еще раз повторяю, вот только недавно основан в конце 20-го века, в 95-м году. Вот что значит, когда то выражение, что к пустому колодцу люди не ходят, это полный колодец благодати Божьей, потому, как мы видим по результатам его деятельности, что, да, со всего мира люди приезжают пить святую воду, живую воду благодати Божьей. Вот то, что касается старца Ефрема и вообще отцов, которых мы можем порекомендовать именно в качестве примеров. Нужно обязательно искать таких людей. Кстати, могу всем сказать, что люди подобного уровня есть везде, практически во всех странах. В России точно есть, ну, в православных странах, еще раз говорю, да, почти везде они есть, и в Греции, и на Кипре, и в Румынии, и в Молдавии, и на Украине, в России. Они есть, они есть наверняка и в вашем городе. Просто очень часто эти люди скрываются промыслительно от нас, потому что мало кто может понести вот такую высокую планку. Это то же самое, вот, кормляться у такого отца, как старец Ефрема, это, допустим, то же самое, как тренироваться у чемпиона мира по футболу, допустим, да, у какого-то там большого человека в мире футбола, да. Это большая ответственность, это большая нагрузка. Как говорит преподобный Сафроний Сахаров, который был учеником, как известно, у старца, у преподобного Силуана Афонского, жить со святым человеком очень сложно, очень трудно, потому что планка высокая, требования высокие, вот, но ты заодно, как говорится, все равно-то, ты понимаешь, да, для чего ты здесь рядом с ним, да, и ты понимаешь, что ты можешь достичь святости очень легко, ну, вернее, легче, чем если бы ты жил по книге. По книге, да, достичь святости тяжелее, потому что ты, читая книги только, ты как в тумане едешь, а когда ты живешь вместе с таким старцем, как отец Ефрем, да, и ты смотришь на него, и ты перенимаешь его духовный опыт, ты как будто бы штурманом рядом с водителем едешь, вот он водитель, он тебя везет в Царство Небесное, а ты просто его слушаешь и рядом помогаешь ему, да, следить за дорогой, и даже если туман, все равно тебе легче спастись именно с таким водителем профессиональным. Вот, давайте все-таки ориентироваться, искать таких отцов. Кстати, вспоминать надо еще и слова преподобного Симеонного Богослова о том, что умоли со слезами послать тебе духовного отца, умоли Бога послать тебе духовного отца, и присматривайся к тем, кого ты видишь, и смотри, кто живет по Писанию, и учит в соответствии с преданием Церкви, и если такого увидишь, то вдавайся ему в послушание, но если он что-то скажет, то, что касается Писания, то, что противоречит преданию Церкви, если он будет такие слова говорить, то тогда надо это не исполнять. То есть, тут очень важно, чтобы любой человек, любой христианин, даже послушник, даже устарцы, он знал предание Церкви, Писание Святых Отцов, Священное Писание, то есть, то, что составляет предание Святой Соборной Апостольской Церкви. Если он этого не знает, то он может обмануться, потому что, как мы видим, что даже в последние времена даже избранные могут погибнуть, лукавый будет пытаться прелестить даже избранных. Но еще раз повторяю, ориентироваться нам нужно вот на таких Отцов, вот на таких, пусть это высокая планка, пусть даже для нас это трудно, но если мы будем ориентироваться на хиппи, как говорит преподобный Паисий, то тогда мы почувствуем себя святыми. А он пишет, Святой Паисий, что, чадо мое, сравнивай себя со святыми, потому что, когда ты на них будешь смотреть, ты смиришься и будешь спасаться. А если ты будешь сравнивать себя с хиппи, то ты подумаешь, что ты святой, и ты будешь погибать. А на самом деле, естественно, мы не святые, мы последние грешники. Поэтому вот на контрасте, сравнивая себя, сличая свой образ с образами святых, мы видим, какие мы полные ничтожества. И, естественно, пример жизни мы должны черпать у них, брать у них, а не у хиппи, не у каких-то там, не знаю, не христианских людей, или же христиан, которые живут расслабленно. Кстати, самая главная проблема, вот в завершении уже нашей темы, и дальше уже перейдем, собственно, к обзору источников, обзору книг, которые рекомендуются, к прочтению. Главная проблема, еще раз повторяю, это то, что мы сейчас, многие имеем в уме, в сердце, представление о христианстве, как о расслабленной религии, как это называл Леонтьев, розовое христианство, не аскетическое, без, значит, христианство, без подвигов, это еще в 19 веке, все началось, и даже раньше, Леонтьев так называл, да, значит, это явление. Сейчас это явление называется православие, лает, на англоязычном таком, да, сленге, то есть, типа, облегченное православие, такое, мирское православие, более обмерщенное, хотя нет православия монашеского, и нет православия мирского, есть одно православие, есть одно богословие, для всех, и молитва, и аскеза, и таинства заповеданы всем, не только монахам, так же, как и непрестанная молитва, и проблема человека, почему он это не делает, проблема в нем, в нас проблема, почему мы это не делаем, а не потому, что это сейчас невозможно, как я говорил, да, что упоминал уже в одном видео преподобного Симеона, нового богослова, который говорит так, не говорите мне, что невозможно стяжать Божественный Дух, не говорите мне, что сегодня это невозможно, не говорите мне, что кто-то имеет его, не зная об этом, это всегда возможно, друзья, вот, вот, то есть это очень важный посыл, очень важная, вот, именно, такую, не знаю, мотивация для всех нас, всегда Бог, Иисус Христос, всегда, вчера, сегодня и вовеки тот же, всегда Он вечный, всегда Он дает нам благодать свою, только проблема в нас, примем мы ее или нет, хотим мы следовать за Ним или нет, есть ли решимость или нет. Итак, теперь давайте в конце уже поговорим о книгах, которые вот советуются для чтения. Первая книга, преподобный Никодим Святогорец, книга называется «Невидимая брань», то есть автор преподобный Никодим Святогорец, «Невидимая брань». Книга обязательная для прочтения всех, и чем она еще хороша, тем, что можно читать не сначала, допустим, там есть какая-то страсть, духовное охлаждение или уныние, или еще что-то, вы берете и открываете на нужной вам странице и читаете. То есть можно сразу всю прочитать, как говорится, от корки до корки, а можно вот как потихонечко, постепенно читать по тем темам, которые вам интересны. Вторая книга – это аскетические опыты автор святителя Игнатия Бринчанинов. Это великий святой, очень важный для нашего времени, потому что, еще раз повторяю, мало сейчас, к сожалению, духовных наставников опытных, хотя мы сказали, что надо искать, надо молиться, но бывает такое, что вот как по промыслу Божьему мы не находим, нам не дается такой наставник, значит, надо спасаться по книгам с советом, подчеркиваю, с советом, с опытными братьями, с опытными отцами. То есть не только читать книги, еще раз повторяю, но и советоваться тоже надо. Но одно дело совет, когда ты сам потом в конце концов принимаешь решение, другое дело послушание, которое необходимо уже для монахов обязательно, для мирян желательно, когда ты слушаешься духовного наставника, исполняешь его советы, его рекомендации, его благословения. Но по совету жить всем нам необходимо, потому что если ты будешь слушать только себя, то тогда дьявол начнет тобой руководить. Это четко понятно. И преподобный Паисий Святогорец говорил примерно так, что лучше слушаться даже кошку, чем самого себя. Ну, так он выражался в шутку, потому что он иногда говорил, вот кошками учат, меня там приглашают, хочешь не хочешь, а надо выйти там ее выгулить, открыть дверь. То есть даже вот так, даже в этом можно искать послушание, потому что если нет человека, лучше даже слушаться кошку, чем самого себя. Значит, дальше, следующая книга «Страсти и борьба с ними» «Святитель Феофан Затворник». Тоже великая такая знаменитая книга. И опять же, она чем хороша, тем, что вот по каждой страсти там отдельная глава. Раз, лень там или еще что-то, блуд, уныние, борет, пожалуйста, открываем, смотрим, читаем. Следующая книга – это преподобный старец Силуан Афонский. Написал ее архимандрит Сафроний Сахаров, но это его звали так раньше, а сейчас, когда он уже канонизирован, это преподобный Сафроний Сахаров, автор книги. Замечательная книга, просто прекрасная. Она характерна еще таким, правда, наукообразным стилем, то есть не все ее, как говорится, могут потянуть, но если человек склонен вот к таким наукообразному языку, к чтению, к такому, то, пожалуйста, очень сильно рекомендую. Следующая книга, вот эту книгу я как-то особенно выделю, потому что кто-то из них более святой, кто-то нет, это дело уже Господа, определять, кто и насколько свят. Но просто с моей точки зрения, вот я, когда ее читал, ее проглотил за несколько дней буквально, потому что она настолько интересна, эта книга называется «Вотопецкие оглашения», «Вотопецкие оглашения». И автор, о ком мы уже упоминали, старец Иосиф Вотопецкий. Это беседы с монахами Вотопецкого монастыря, и они очень интересные, очень глубокие, написаны современным языком. Старец, еще раз подчеркиваю, напоминаю, значит, он почил о Господе в 2009 году, то есть вот сравнительно недавно. Следующие две книги, которые чаще всего, ну, как бы два труда, два сочинения, которые чаще всего входят в один том, в одну книгу. «Грех и покаяние последних времен» — это первый труд. А второй труд — это «Тайные недуги души». Автор, грузинский духовный писатель, замечательный писатель, «Архимандрит Лазаря Башидзе». Особенно важны эти труды для новоначальных. В свое время я начал читать и проглотил также очень быстро за какое-то короткое время по Совету Духовника эти книги. Они очень важны тем, что современные страсти там хорошо раскрываются. Там увлечение рок-музыкой, там наркомания, игромания, вот это все, вот эти сатанинские какие-то вещи в СМИ, там в шоу-бизнесе. То есть человек сейчас же погружен в тину страстей очень сильно. И вот здесь современник наш, «Архимандрит Лазаря Башидзе» очень глубоко говорит об этой борьбе с современными, можно так сказать, страстями, с новинками от бесов, которые пытаются нам навязать их. Вот еще раз повторяю, «Архимандрит Лазарь» совершенно недавно скончался, в 2016 году. У меня даже есть небольшая статья в его честь, я его очень люблю по-братски, по-сыновне. И еще раз повторяю, вот две книги. Первая – «Грех и покаяние последних времен», и вторая – «Тайные недуги души». Потом очень важное чтение для всех нас – это чтение великого святого XX века преподобного Паисия Святогорца, собрание его трудов, которые были изданы путем расшифровки магнитофонных записей его разговоров с сестрами монастыря Иоанна Богослова в селении Суроти близ Соломников в Греции. Называются эти труды «Слова» в шести томах. Шесть томов сейчас слова, белые такие книги интересные. Чем они еще хороши? Тем, что, опять же, они по темам. То есть есть книга «Семейная жизнь», «Молитва с болью и любовью о современном человеке». Вот первый том «Страсти, добродетели». То есть, опять же, ты можешь открыть любой том, посмотреть, что тебе важно. И там внутри тома тоже главы даны тематически. Очень, во-первых, доходчиво, современным языком, с юмором, легко пишет о глубоких, серьезных, фундаментальных, духовных вещах преподобный Паисий Святогорец, который, несомненно, один из величайших святых в истории Церкви. Не только в истории XX века, а в истории Церкви. Как говорит, кто-то говорит из подвижников современных, что такие, как Паисий Святогорец, рождаются там, кто, говорит, раз в 400 лет, кто раз в 1000 лет. То есть, даже в истории Церкви таких было немного святых. Его один старец называл при мне, я это сам свидетель, был преемником святых апостолов Петра и Павла по благодати и по апостольской проповеди. Представляете, какое значение его жизни было? То есть, вот получается, такой великий человек, значит, преподобный Паисий Святогорец. У нас 30 минут прошло. Дальше пишем, да? Дальше. Значит, что еще, что еще хотелось бы сказать? Кстати, вот о преподобном Паисии, если мы сказали это уже, то следует еще вспомнить одно выражение старца Иосифа, Ефрема, игумена Ефремова-Тапецкого, о том, что преподобного Паисия он даже назвал суперсвятым. Это, говорит, не просто святой, это суперсвятой, ну, такой, то есть, великий святой. А его друг, старец Гавриил Корейский, корейский, афонский, то есть, он в городе Кореи, там недалеко живет, город, это столица, значит, Афона, административная столица, он говорил так, он был другом и соседом преподобного Паисия, его хорошо знал и сказал так, что даже если самые лучшие добродетели, самые большие добродетели, лучшие качества из тысячи монахов святой горы Афон взять, то одного Паисия святогорца не получится. Представляете, на весах тысячу человек монахов и один Паисий перевешивает даже тысячу человек. это к тому, какой вес его слова и его труды имеют. Дальше, значит, книга, которая называется «Моя жизнь со старцем Иосифом». Это книга, которая написана старцем Ефремом Филофейским, о котором я уже сказал, я не буду повторять, и он описывает в этой книге свою жизнь с преподобным Иосифом Иосифом Исихастом. Это потрясающая книга, потрясающая, тоже быстро она как-то в мою душу вошла, и она меня очень сильно мотивировала, вдохновила. В свое время был период уныния, и вот я очень благодарен отцам, моему духовнику, который мне ее советовал, и моему другу, священнику, который мне ее подарил. То есть, эта книга действительно очень мощная, настольная книга, думаю, для каждого из нас должна быть. «Моя жизнь со старцем Иосифом». Еще одна книга уже как раз преподобного Иосифа Исихаста, которая называется по-разному, хотя текст практически идентичный в обоих изданиях, но иногда она называется «Изложение монашеского опыта», а иногда она называется «Полное собрание сочинений преподобного Иосифа Исихаста». Может и так, и так она называться, но это вообще фундаментальный труд, особенно для тех, кто уже давно в церкви. Кто давно в церкви, тот обязан прочитать эту книгу, чтобы понимать духовную жизнь более глубоко, потому что там он описывает разные состояния и как с ними бороться, и с охлаждением, и с другими страстями, и с унынием, и так далее. Это очень важно, чтобы понимать, как нам идти по пути спасения. И последняя книга, которую хотел бы рекомендовать, это книга называется «Православная психотерапия». Автором ее является митрополит Ирофей Влахас. Митрополит Ирофей Влахас, который является таким выдающимся богословом, к сожалению, надо сказать, сейчас последние годы он поддержал раскольников на Украине, то есть вот эту уже церковь, как она называется, «Православная церковь Украины». Ну, об этом говорил митрополит, допустим, наш волгоградский Герман, так, что и на старуху бывает проруха. То есть это не значит, что вот эта его поддержка перечеркивает все его предыдущие труды, которые, безусловно, имеют огромное значение, их десятки этих трудов. Вот один из главных трудов его, причем он такой научный, наукообразный, фундаментальный, это как раз и есть книга «Православная психотерапия». Считаю, что всем врачам, особенно психиатрам, психологам, всем педагогам, всем, кто серьезно знает или пытается узнать православное богословие, очень желательно прочесть эту книгу, потому что там все разжевывается, описывается, дается терминология, дается фундаментальное определение, структура души показывается и так далее. В общем, эта книга очень интересная и полезная. Ну и в конце тоже, опять же, я говорю про сайты, хотел бы сказать, рассказала с сайта «Азбука.ру», советую его особенно, потому что почти все книги эти там есть. Также есть замечательный сайт «Православие.ру», Сретенский монастырь в свое время его основал и успешно поддерживает с Божьей помощью этот сайт. Есть еще, считаю, что с богословской точки зрения, с научной богословской точки зрения это самый серьезный именно публицистический сайт в нашем Рунете это «Православный Апологет». Есть такой сайт, малоизвестный, кстати, там очень много переводов с греческого языка, современные наши авторы, русские, грекоязычные. В общем, сайт «Православный Апологет». Тоже его советую. И еще есть интересный очень сайт, который называется по-гречески «пемптусия.ру». «пемптусия.ру». И этот сайт ведется монастырем Ватапет, Афонским монастырем Ватапет, про который я уже немножко говорил. Все, спаси Христос, дорогие братья и сестры, низкий поклон вам, храни Господь вас всех. Продолжение следует...